Сергей Николаевич, как оцените игру против «Нефтянника»? Честно скажу, зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за игру. То есть игра была хорошая. С такой командой я снова говорю, своими руками отдаем победу. То есть ребята где-то испугались, что повели в счете у «Нефтянника». Страшно то, что люди есть в команде, которые, не знаю, как сказать, боятся, что ли в хоккей играть, себя боятся. Не знаю, пытаюсь до них как-то достучаться, раскрепостить, но в целом я говорю, игра понравилась, но свои же ошибки привели к такому результату. Команду «Нефтяник» с победой. Мы едем дальше, двигаемся дальше, будем работать. Руки не опускаем, голову не вешаем. Есть с кем работать, есть ребята, которые хотят. Поэтому все впереди у нас. На ваш взгляд, какой момент стал переломным, после которого уже стало понятно, что не отыграться? Переломным, наверное, когда, не то что переломным, когда вот, наверное, в большинстве мы пропустили, 3-3 по-моему счет стал, да? И вот когда полетели там забивать и заработали в удалении, 4-й, по-моему, годный раз. Поэтому как бы, ну, надламывает это все. То есть, когда пашешь, 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 тут как бы так все обрубается вроде как. Детские ошибки необдуманные. Поэтому как-то так. Дорог Анатольевич, поздравляем с победой. Какова ваша сегодняшняя? Спасибо за поздравления всех с победой. Во-первых, болельщиков наших с победой огромная, сумасшедшая поддержка. Ну, по игре, то, чего боялись, так оно и произошло. Все через голову у нас. Как настроимся, так мы и играем. Пришлось. Первый период сыграли отвратительно. Без обороны. Так, где Шаева бегаешь. Где Бебешка? За ней бегаем. Что-то все внимание. Игроков теряем. Отсюда вот первый период плаченой. Пришлось жестко пообщаться в раздевалке. Ну, ребята, перестроились. Ну, слава богу, что довели игру до победы. Ну, так, конечно, нельзя играть, начинать. Ну, ничего страшного. Сейчас отдохнем, поработаем и надеюсь, все нормально будет. Нефтяник вторую группу подряд встречается со своими юными друзьями из детских домов. Как в команде относятся к таким благотворительным акциям? Очень положительно. Это очень хорошее дело, то, что про ребят незабываемость. Из детских домов всегда в контакте с ними. Очень хорошее дело. Сейчас впереди новогодние каникулы. По какому графику команда будет работать, когда распустите домой? Домой? 29-го потренируюсь. 30-е, 31-е, 1-е. Отдыхаем. Мы 2-го вечера собираемся. Там уже 5-го уже в Питере игра. Но сейчас завтра отдохнут ребята. И 26-го такая будет. Там у нас медобследование 26-го, 27-го. По одной тренировке вечерний будет. А там 28-го, 29-го по 2 тренировочке чуть-чуть поработаем. Чтобы потом много не сидеть за столом. Чтобы потом не заплыть жирком. А так уже 2 дня получается на подготовку. И все. И уже поехали дальше играть. Сегодняшняя игра последняя была в выходящем году. Болельщиков поздравить. Конечно. Всех, во-первых, болельщиков с победой. С удачным завершением этого года. Не путайте сезона, года. Всем болельщикам нашим и всем любителям хоккея. Всем жителям города. Хочу всех поздравить с наступающим новым годом. Пожелать благополучия семейного. И самое главное это здоровье. В наше такое время такое нелегкое. Это самое главное здоровье. И приходите. Болейте с любимой командой. Думаю, что болельщики желают команде того же самого. Плюс победы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.